В России с давних времен сохранился замечательный обычай париться в бане. Так еще наши предки поддерживали не только чистоту тела, но и физическое здоровье. Специалистами доказано, с помощью бани можно вылечить многие хвори и недуги. Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, баня словно мать вторая. И кости расправит, и все дело поправит. Однако, чтобы банные процедуры действительно приносили удовольствие и пользу для тела, нужно, чтобы сердце бани пылало жарким огнем. Решить эту задачу способна хорошая банная печь. Однако, нужно знать, как правильно ее выбирать, как правильно ее смонтировать и как избежать серьезных ошибок. Об этом мы расскажем вам в ближайшие минуты. Для организации затопки печи из предбанника у нас уже готов стеновой проем определенной толщины. Поэтому туннель у печки должен быть выносным, а для облегчения монтажа – регулируемым. Разместив каменку в самой парной, все будет аккуратно и красиво. Обычно мы выбираем банную печь еще на стадии строительства бани. Однако, трудно учесть все в этом быстро меняющемся мире. Я подумала, вот было бы здорово иметь такую многофункциональную печь-трансформер, которая бы изменяла свой функционал ловцы по моему желанию. Наверное, это из области фантастики. Оказалось, что уже разработаны так называемые печи на вырост. Представляем вашему вниманию печь-каменку с гордым именем Ермак. Она создана на основе принципа модульного конструирования, о котором мы расскажем далее. А пока выясним, почему печь все еще красуется на участке, а не устанавливается внутри бани. Предварительная растопка – обязательная процедура для новой банной печи. Во-первых, это нужно для того, чтобы краска на самом изделии затвердела и больше не источала запахов. Эта процедура подробно прописана в инструкции, в которую покупатели печей не так часто заглядывают. Мы все меры безопасности будем соблюдать, и только после предварительной растопки приступаем к монтажу печи. Кропотливую и трудоемкую работу по монтажу банной печи мы доверяем высококлассным специалистам. На счету команды сотни установленных печей. Доверим профессионалам все этапы монтажа. Сейчас мы приступаем к монтажу теплообменника, который служит для нагрева воды в баке. Монтаж опции занимает 10-15 минут. Согласно нашей планировке будем применять выносной бак в моечном отделении, поэтому должна быть предусмотрена возможность установки теплообменника. Наиболее полно отвечает этому запросу печь Ермак. Основным элементом является базовая модель печи, которая имеет стандартный функционал. Функцию трансформера выполнят сменные опции, которые быстро устанавливаются. Это может быть навесной бак для воды, сетка каменка, теплообменник, который можно установить на любую боковую сторону печи, и экран-конвектор. Число модификаций варьируется от 6 до 12. Самое время устанавливать печь на свое законное место. Сначала примеряем конструкцию в проеме бани, и лишь затем монтируем портал. Каменка печи будет располагаться в парной, а вот выход для закладки дров выведем в зону отдыха. Конструкция будет служить еще и камином, украшающим интерьер. Для работы мы используем высокотемпературный герметик для каминов, предназначенный специально для монтажа тепловых приборов. В данном случае мы его применяли на монтаж портала ванной печи. Обратите внимание на правильную организацию дымохода. Рекомендуем использовать модульные тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали диаметром 115 мм. Соединение патрубка печи с основной частью дымохода осуществляется трубой толщиной не менее 1 мм. Стыки дымоходных труб уплотняем термостойким герметиком. У нас завершен первый этап установки дымохода. Установлены одноконтурные и двухконтурные трубы. Также уже виден сэндвич-элемент. И сейчас все монтажные работы перемещаются на пространство под крышу. Участок трубы, расположенный в зоне минусовых температур, например, в чердачной зоне, во избежание конденсата теплоизолируем. Идеальным решением будет применение готовых модулей изолированных труб. Это так называемый сэндвич. Для пожаробезопасности мы заполнили проход перекрытия изолирующим негрючим материалом. Сейчас мы установили дополнительные полметра трубы и крепим ее хомутом. Важная часть установки хомута заключается в том, что на хомуте имеются пазы, и на сэндвич-трубе тоже имеются пазы. И они должны обязательно стыковаться. В данной конструкции ярко отражается весь профессионализм нашей бригады. Но и на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Отправляемся на следующий уровень высоты. Ну все, новосельцев, ваше дело труба, как говорила героиня одного известного фильма. Однако это изречение наших монтажников не пугает. У нас следующий уровень работ на большой высоте. Мы устанавливаем трубу. Бригады монтируют дымоход-сэндвич и оголовок на крыше. Герметизируем проход дымохода через крышу кровельным проходом из силикона на алюминиевом листе. Силиконовая гофра плотно прилегает к трубе, а мягкий алюминиевый лист можно точно подогнать под профиль кровли. Для герметизации алюминиевого листа и кровли используем специальный герметик, затем закрепляем его саморезами. Давайте вспомним планировочное решение организации банного комплекса. В парной мы размещаем печь-ермак. Топка выходит в комнату отдыха, а вот бак удобно подвешивается в помывочном отделении. Чтобы вода в баке была горячей во время принятия водных процедур, важно подключить его к теплообменнику. Ну а теперь на очереди следующий этап – монтаж системы нагрева воды. В монтаже мы используем гибкую подводку, чтобы добраться до труднодоступных мест. Помните, бак нужно размещать выше верхнего края печи. При выведении бака в моечное отделение бани соблюдайте условия – длина отводящего контура должна быть не более двух длин подающего. Чтобы снизить жесткое инфракрасное излучение и аккумулировать тепло, следует закрыть металлические поверхности печи камнями, сохраняя хорошую конвекцию для нагрева воздуха в парной. Пришло время собирать камни. Так как в нашем проекте мы используем печь каменку, представить ее себе без камней просто невозможно. Мы использовали специальную опцию, она называется «сетка каменка». Благодаря ей мы увеличиваем количество камней на печи, соответственно, делаем банные процедуры еще полезнее для здоровья. И еще немного важной информации. Друзья, использовать в бане камни, которые вы нашли на своем приусадебном участке, категорически запрещается. Они попросту не принесут никакой пользы вашему здоровью. В нашем проекте мы использовали малиновый кварцит и габродиабаз. Именно эти камни улучшают многие показатели вашего самочувствия и, конечно же, здоровья. Более того, такие камни быстро нагреваются и долгое время не снижают температуру. Сами камни в сетке раскладывайте неврежно, чтобы между ними легко проникала вода и воздух. Также должна быть соблюдена пожарная безопасность при установке печи. Расстояние от печи до стен из сгораемых материалов не меньше 500 мм. Над каменкой не менее 1200 мм. Перед топочной дверкой не менее 1250 мм. На пол перед топкой необходимо уложить металлический лист. В нашем случае он сделан из зеркальной нержавеющей стали. Вот он, торжественный и сокровенный момент первой растопки банной печи. Все свидетельствует о том, что конструкция установлена правильно и модель печи Ермак в полной мере готова к эксплуатации. Зачастую на этапе первой растопки печи в ход начинают идти страницы из инструкции. Но мы вам этого делать категорически не рекомендуем, потому как именно в инструкции собраны все ответы на вопросы о том, как правильно установить печь и как правильно ее эксплуатировать. А еще необходимо знать, что именно в инструкции находится ваш гарантийный талон. Поэтому в топку кладем проверенные временем газеты. Русская баня во все времена была и остается любимым местом отдыха для русского человека. Она лечит и тело, и дух, восстанавливает силы. Когда сердце бани печь пылает жарким огнем, от водных процедур вы получите только положительные эмоции.